Продолжение следует... Елицы во Христа крестистиси, во Христа облекостиси. Значит, на ресурсе Елицы мы запустили такой проект ежедневной молитвы вместе в 9 часов о стране, о президенте, о воинстве, о всех православных христианах, о всех страждущих, гонимых, болезнующих, печалующихся. То есть, ну, насколько важно, о всех. И это есть, да, на ресурсе Елицы. Очевидно, в вашем храме батюшка взял это с этого ресурса Елицы и повесил на доску объявлений, как призыв к молитве, ну, так же вот и христианам вашего прихода. То есть, это дело добровольное, то есть, оно не по храмам рассылается, оно существует как проект на именно интернет-ресурсе Елицы. Там оно есть. Оттуда может идти уже по приходам. Вот. Поэтому, смотрите, то есть, вас никто не заставляет этого. Это есть, да. И я к этому причастен. Это не обман и не фальшивка и не... Ничто, ничто. Ну, не провокация. Да. То есть, да, я к этому причастен. То есть, мы хотели бы, я бы лично тоже этого хотел, чтобы христиане понимали, что идет война. Война уже идет. Для того, чтобы война не вошла в горячую фазу, нужно победить в духе. То есть, победа в духе удерживает стрельбу из всех видов стрелкового оружия. Вот. Почему на Украине война? Потому что в духе война была проиграна. То есть, в духе все были тряпки. И поэтому шакалы, которые были... Шакалы всегда активнее, чем простые люди. Они были активны, и они победили в духе. То есть, шакалы были духовитые. А наши были тряпки. И поэтому они пришли к власти. И тут же пошла кровь лица. Тут же пошла лица кровь. То есть, победить нужно, чтобы кровь не лилась, нужно победить в духе. Что значит победить в духе? То есть, нужно проблему понять, обозначить, назвать, классифицировать. И молиться Богу о решении именно этой проблемы. Вот к этому, собственно, мы и приходим. То есть, давайте молиться Богу о том, чтобы наш народ просветлел, вразумился и покаялся. Наши враги смирились и занялись чем-то другим, кроме нас. Чтобы у них нашлись другие проблемы. И чтобы мы не расчехляли свои автоматы. Чтобы нам не нужно было стрелять сюда до вечера. Чтобы мы спокойно работали, жили, ели, пили, трудились, отдыхали, спали, молились. То есть, вот, они обнажали свои мечи и не бегали по улицам друг за другом. Нужно победить в духе. Вот для этого нужно молиться. То есть, я действительно причастен к этим молитвам. Ваше личное участие в этом – это ваша воля. Хочешь – молись, хочешь – не молись. То есть, здесь нет никакого насилия, это, кстати, и принуждение. То есть, это все лично ваше желание. Вот. Но я реально считаю, что если мы молиться не будем, то мы будем воевать. А если будем молиться, то не будем воевать. Вот и все. Все очень просто, как дважды два. Как паренная репа. То есть, будешь молиться, будет мир. Не будешь молиться, придется тебе в окоп залезть и каску одеть. И дом твой разбомбят. Но это факт жизни. Вот и все. Я это понимаю, как дважды два. И пытаюсь на своем котячем языке это объяснить таким же людям, как вы и я. То есть, хочешь жить в мире – молись Богу. Иначе будешь воевать. Иначе будут бомбы падать. Вот и все. Так что вы имейте в виду, что я к этому причастен. Но это не приказ. Это ваша личная воля. Молитесь Богу серьезно. Молитесь серьезно. Не просто молитесь. Молитесь серьезно. Молитесь. Потому что война – это такая паскудная вещь, что никому не будет хорошо. И война будет тогда, когда мы перестанем молиться. Пару простейших мыслей, связанных воедино. А если это левим, как я пянула тебя, свете, тюрьха.